всем привет мы приехали в марину в ухту там кстати на входе проверяют температуру сенсором всем но не вручную а там такая кабина в которой проходишь и тебе там голос такой робота а ты шин из нормальной ваша температура нормальная здесь небольшая бухта рестораны вот так в море в этом году первый раз сюда ну где там этим приехали сейчас выберем местечко где присесть покушать и потом покажу вам наверно меню цены the north shield там а вот ночью прикольный ресторан мы его очень будем и там неплохой кстати выход к морю посмотрим мы идем ресторан кушать вам же стояли нравиться на болтуха на фоне наслаждаетесь поэтому по-другому уж извините я вообще не люблю как-то там на ахоне в тугете и кто-то отвлекает но мы просили снимать чаще такой я вот снимаю вам другой возможности снимать по выходным не нет болтуха моя болтуха моя не успокаивается сегодня мы оттарабанили свой срок до 3 часов дня у нас был карантин у нас такие меню это типа есть контактное меню наводите камеру и вам открывается меню в телефоне вашей отцены да ну подожди не уклади стол грязный держи в таких пакетах теперь всегда приносят приборы там вилка обработанный сейчас покажу еще три месяца хлеб тоже обычно отдельных упаковках уже упакованы и это упаковка идет с фабрик там завода упаковка прикольные кафе с медведем и большими огромные какая-то стоит берегушка карантин только сняли сегодня ну это время там пробки сразу конечно образовались на улице на дорогах это для битве уже будете в турции тут есть баклава и мороженки в любом городе можно если посетить по всей стране там самая нормальная сладости соль будете на сувениры тоже какое-то оригинальное какое фактически под открытом нему прикольно это музыка вот эта кабина которая где проверяют температуру стоишь, тормозишься и она говорит, что нормально здесь температура нет какие красивые, пахнут вкусные, цвета не умеют девчонки хотят давай руку вы уже это место у нас много раз видели, я это часто снимаю ой, уточки, смотри, утки кря-кря, кто делает? утки поднять тебя? а вон там дальше гуси есть пойдем посмотрим гусей а, на утки, на ножки, какая-то метка походу они тут все подученые, ой, собаки бедные шито мама, подниму забыл дыхание с перлоу такое он вообще у нас на все как стоит сразу мне тяжело тебя поднимать ты что? я и так без спины уже, блин, несколько лет живу с этих подъемов пойдем гусей посмотрим, я тебя там подниму у вас тоже такая фигня у меня за голову дети есть я спины лишилась сразу у меня в первые полгода как родила у меня между лопаток вообще все тетихи уже, честно говоря только спорт меня спасает жизни возвращает прикольно, да? вот так гуси-утки, которые у нас в России живут только они пасутся под пальмой прикол необычное сочетание, да? как, слушаешь, кря-кря говори? смотри, какие добрые травку щипают да, они не страшные не страшные, конечно ой, кричит, это это павлин, вон он кричит вон он ходит но это самка павлиня без красивого хвоста мы идем далеко далеко пойдем? ну ладно, сейчас пойдем далеко черный лебедь тут вон есть а я подумала, что за лужа такая в бассейне не купается а вон и павлин с красивым хвостом прячется под пальмой ой, у них вон там домик есть вон, смотрите чистенько тут все кроме, конечно, этой воды зеленой ну и на этом спасибо прикольно классно классно что это? классно красиво так, привет всем, короче говоря про турецкий завтрак вот такие цены сейчас ну они не сильно, как размене, за карантин меню, кстати, во многих ресторанах выглядит вот так, чтобы его можно было легко обрабатывать нанки септиками, короче, не напечатанная, как раньше, книжки-то здоровые и вот везде меню вот такое тоже я вчера показывала это я знамя тут есть ну это все меню на весь ресторан вот детское меню салаты салаты, кстати, подорожали за последний год если так экономическую ситуацию брать а еще в этом ресторане есть такая шишка прикольная шишка если вы что-то не доели, то это вставляете на тарелки и это отдают кошкам и собакам ну, то есть, короче, не выкидывает в мусорку, а кормит животных и раньше, что у них здесь раньше до карантина стояла иногда тарелочка вот эта штучка стояла на тарелке обычной столовой, типа, ну, короче, собрали людей, кстати, мне много сегодня хотя время уже немало, 11 утра меня спросили про завтраки, типа, и когда я сказала видео, что люблю турецкие завтраки рестораны закрыты в чем, типа, проблема разве дома и другие завтраки да, у нас что именно в семье мы любим воскресенье утром ну, к обеду ближе, в 11 часов сходить на завтрак это просто у нас ритуал по поводу еды, вкусности и качества это зависит все от ресторанов в каждом ресторане по-своему мне нравится кушать больше в ресторане в любом случае вкусный но ну, небольшая разница по вкусу, дома даже может быть что-то и вкуснее но просто сам ритуал, когда ты собрался, прошел, короче говоря, просто сам, сама суть в ритуале подожди, да, я сниму видео господи у нас уже с революбка пошла чай принесли на Лиле вот в этом чайнике чай, который вынесал горячий чай вот в этом чайничке можно доливать, но я его там не люблю, потому что и тебе, да, Дусь не переживай вау а вот хлеб принесли, так смотрите, сегодня хлеб о, хлеб спасибо это мне это папе это тебе это мне тебе я не знаю я не знаю а хлеб а вообще он изначально обычно в пакетиках тоже приносит, в одном вот таком бумажном про вопрос, как к собакам относятся мы пришли в ресторан, спросили, можно ли с собакой зайти ну, у нас тут знают мы постоянно клиенты но это натирающаяся открытая не прямо внутри ресторана и дяденька нам принес воду для собаки хотя я обычно поилку, бутылкой свою ношу у нас есть специальная но тут так как мы на один час пришли позавтракать они нам присоединяются сами не спросили, надо, не надо принес, так миленько у нас среди много собак у всех обычно вот такие маленькие в квартирах больших, большие тоже есть ой, напился еще обожает внимание и вообще любит когда к нему гладит кто-нибудь даже посторонние люди сейчас начнет попрошайничать эта собака вечно голодная все что ты ей не дашь ей всегда всего мало у него уже живот будет болеть от еды он все равно будет попрошайничать тихо у него это в породе знаете, в характере его не в породе мы всегда с мужем смеемся что собака дорогая породистая а повадки у нее уличные облазить обнипать все помойки всякую падаль мы его когда только с парикмахерской забрали помыли, он так вкусно багнет он быстрее упал у нас на газон давай шкуру чистить ну это понятно, запах я набирал или придешь с улицы лапы там помоем он быстрее на ковер бежать тоже шкуру чистить ну короче вообще это ни разу не аристократическая собака у нас а самая обычная дворняга как в России знаете, в деревне где-нибудь живет вот прям по характеру такая собака простая, такая добрая хороший тест и грудь и вообще за мячиком побегать или за упаковкой от киндер сюрприз это в любимые занятия Кеспер усы себе намочил, да? вот и завтрак наш хочу отметить, что здесь очень вкусный лимонный джем но они его назвали как-то мед с лимоном что-то не знаю, это очень вкусно сливки очень вкусно вкусно, да? очень вкусно очень вкусно варенье, перчики, колбаса тут ничего особенного и не очень много этой еды картошка из этого просто я имею ввиду что я буду кушать, да? я буду кушать овощи, яйцо колбасу и сыр ну и с чаем я поем вот этот ложечкой как сказать джем и все потому что хлеб не ем картошку тоже соответственно ну такое лично для меня это другая еда омлея какой-нибудь турецкий мне было бы прикольно может еще в Меномен, наверное, закажем хотя сейчас посмотрим сыры хоть хотя бы вкусненькие сыры люблю вот такие это сыр не соленый как наш там российский какой-нибудь вот всем приятного аппетита напишите пожалуйста нужно ли снимать влоги такого типа потому что мои влоги это я сейчас уже дома с ребенком никуда особо не езжу наши выезды это покушать либо погулять в парке или ресторан какой-то на дачу скоро поедем море и в отпуск и все такое но если вам это интересно напишите сейчас в комментариях под видео я буду снимать если вам из разряда мы поели мы по пелене интересно то я снимать такое не буду спасибо за внимание скоро увидимся всем